Идущие с песней в бой, без страха в сленцовый дождь, вас Георгий ведёт святой, крылатый и мудрый вождь. Хе-хе-хей, на связи М. Кабацкий, и сегодня мы продолжаем проходить хойку за Российскую Империю, и это третья часть. Прежде чем мы приступим, обязательно подписываемся на канал, ставим лайки, включаем все уведомления и пишем комментарии. Ну, 10-16 тысяч очков строительства, понимаете, восстановление Империи требует больших инвестиций, рыночек должен зарешать. Будем исследовать и развивать АКМО. Возродим-ка мы нацию. На 540 дней минус 10 тостеров и скорость восстановления фабрик плюс 25%. Страну, опустошённую войной, теперь надо восстанавливать. Пропагандистскими кампаниями добимся того, что каждый мужчина, женщина и ребёнок будут носить свой вклад в дело восстановления. Синод. Опиум для народа меняется на катакомбную церковь, полипласть плюс 5%. Теперь, когда снова работает семинария в Новодевичьем монастыре, нам нужно провести синод, чтобы церковь могла решить, как поменялись её дела с тех пор, когда им в последний раз разрешали проводить такое собрание. Катакомбная церковь заменился бонус. Восстановим храм Христа Спасителя. Стабильность плюс 10% на один год скорость строительства плюс 10%. В 1931 году прекрасный храм Христа Спасителя был взорван, чтобы построить на его месте аляповатый дворец Советов. Зачем в обществе, предположительно возведённом на идее равенства, нужен дворец? Вопрос, остаётся открытым. Когда мы вернёмся к власти, нам нужно будет исправить это ужасное преступление и начать восстановление храма. Москва держится! Получаем небольшие плюсики. А теперь реформируем роль патриархата. Новая старая церковь. Тостеры минус 10, стабильность плюс 5. Максимальная стаба будет. Слишком долго патриархат находился в тени коммунизма. Пора ему снова занять своё законное место в центре русского общества и культуры. После шасси танка продолжаем качать промышленность строительства. Тут рейх против нас начал оправдать войну. У нас нет армии. Ну ладно, это отдельная история. Мы дальше идём в заново созвать Земский собор. Дух Романовых. Политвласть плюс 15. Стабильность плюс 5. Александр Козембек и Анастасия Восняцкий вернутся. Возвращение царя. Временно российское правительство. Признается международным сообществом. У нас появится возможность вступать в альянсы. В прошлом российский народ собирался в своего рода парламент. Так называемый Земский собор. На котором обсуждались различные дела и решались проблемы. Пока мы не определили какой курс должна взять наша страна. Стоит дать людям возможность решать самые насущные вопросы. Начали развертывать 11 гвардейские дивизии. Заменили шаблон стариков. Благо бесплатно можно добавлять каву. И поставили её в гарнизон. Плюс ещё возьмём сюда в главнокомандующую армию Антона Деникина. Воинская подготовка. О, Средненокорольство гарантию кинуло. Земский собор созван. Возвращение царя. Несправедливость, которой подверглась наша нация десятилетия назад, теперь, наконец, исправлена. В подобающей пышной попезной церемонии, проведённой в Успенском соборе, великий герцог Владимир Кириллович был покоронован, как царь Владимир I, к безудержному ликованию толпы. Царь возглавил процессию из ворот Кремля, приветствуя радостный народ, и лично посетил впечатляющий парад в свою честь. В своей пышной речи новый монарх превознёс добродетеля русского народа и поклялся снова вернуть нацию на верный путь, чтобы та вернула себе былую славу. Славный день! Лидер! Нейтралитет! Император автократ всех России. Поддержка войны плюс 5%, скорость роста сопротивления наших регионов, купируем только плюс 10%, нужных гарнизонов минус 15%, событие коронации Владимира III. Еее! У нас поменялся флажочек, новый правитель. Просто нейтралитет, деспотизм у нас у власти. Теперь мы официально называемся Россией, и мы вернули себе зелёный цвет. Дальше мы пойдём в... развитие инфраструктуры. Получим 2, 4, 6, 8 инфраструктуры. После почти трёх десятилетий большевистского правления сегодня в государстве России вернулась царская власть. В Успенском соборе Москвы прошла пышная церемония коронации царя Владимира III. Когда процессия проследовала мимо зрителей, новый царь обратился к собравшимся, усваляя дух русского народа, обещая вернуть стране её былую славу. Великолепное событие. Настало время создать своё разведательное агентство, назовём его охранное отделение, по аналогии с соответствующим делением Российской империи. Возьмём такую эмблему, к сожалению, тут нет монархической, коммунистической борьбы мы не будем. После станков идём в межвоенную артиллерию. Мы можем создать альянс Австро-Венгрии, но типа мы два монарха, поэтому они восстановили Габсбургов, мы восстановили Романов, у нас монархистская лига. И они согласны переживать период рассвета. Новый альянс. Теперь будет проще дефаться от Рейха в этой войне. У них тут 82 дивизии. Неплохо, неплохо. Тут, короче, коммунисты всей Амира решили объединиться всем в интерн, чтобы это не значило. Северный интернационал, походу, да, на базе Дорвегии. Трэш какой-то. А мы народная оборона. Без Мао Цзэдуна. Я Мао Цзэдуна не чувствую, а у тебя его нет. Берём полуавтоматические винтовки на атаку и прорыв противопехотную. Ставим митрополита Милетия. Улучшим шаблон, добавляем туда сапёров и конную разведку. А в исследованиях, после конституционной промышленности, как раз таки идём дальше качать ППШ новый. Охранное отделение основано, дальше идём образовывать отдел. После развития инструктуры в отмененную пятилетних планов. Рейх оправдал против нас войну. Ну что, будешь объявлять? Нет. О, он смахнул территорию Литвы. Забавно. Берём дальше ограниченный призыв. После строительства 3 идём в добычу ресурсов 3. Пятилетние планы отменены, а мы идём в иностранных экспертов. Есть немало иностранных экспертов, способных многому научить нас в вопросах улучшения экономики. К счастью, большая их часть капиталистов, а следовательно их можно купить. И сразу же начинаем улучшать отношения с СССР. После армейского отдела идём в морской, а также становимся разведруком. После иностранных капиталов идём в развитие, в восточное развитие. После морского отдела мы идём в авиационный. После восточного развития идём в развивать Уран. Наши стройки подходят к концу, поэтому начало застраивать военными заводами. Проклёпать сильную армию. После авиационного отдела группа радиоперехват. После ППШ идём в вот эту штуку. За сотку берём Госпроект Строй. Строительная компания очень мощная. Инфраструктура, ЖД плюс 10%, военные заводы, фабрики, верфи плюс 5%. Его ещё можно бафать. После новой пушки идём в небольшое прежнее время в улучшение улучшенной усилительной машины. Продолжаем бафать группу радиоперехвата. После развития Урала заходим в Имперскую Академию Наук. Ячейка, а также Имперская Академия Наук, темпы исследований плюс 1%. Это сильно. Дальше берём ещё одного агента. И кидаем на рейх. Идём в машинное дешифрование. После добычи ресурсов 3, переработка каучука. Машинное дешифрование. Дальше новый проект национальной индустриализации. Эффективность производства плюс 5%. За тарат на помощь на концерт минус 15%. Фабрика вызывается острый плюс 5%. Ну и бонзовское исследование строительства. А в исследовании мы возьмём... Вот эту штучку. Закрываем последнюю машину дешифрования. Качаем новые пулемётики. Правительственная школа шифровальщиков. Качаем за окна шасси улучшенного танка. И теперь подписываем пакт с немцами. Дальше мы идём в реорганизовать министерство промышленности. Снова апаем школу шифровальщиков. Масштабная застройка верфями. Всё застраиваем, что можем. Все прибрежные территории. И у нас будет огромнейший флот в мире. Машинное шифрование. Совершенственная штамповка стволов. Рейх пытается предложить монархии пакт молотого Риббентропа, когда уже никакого молотого нет. Но ладно, давайте по рофлу заключим пакт. Если сейчас нам повезёт, он нам Польшу сдаст. А по фокусу мы идём в модернизацию промышленности. Здесь идём в качественные материалы. А вот следом и качаем новую порту. Германия соблюдает договор. И нам отдали Польшу. Польска! Гуром! Тут пишут, что типа коммунизм оккупирует восточную Польшу, коммунизм оккупирует границы. Вы такие, ага, 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 чего? Кого? Дальше качаем конвейер. Дальше идём в концентрированную промышленность. Стальной кузов. Дальше идём в сталелитейную индустрию. Эфиопия просит военных советников. Нахрена ей военные советники? Я не знаю. Ну ладно, ладно. Берём чувака на реформу ВВС. По флоту, кстати говоря, сделаны базовые шаблоны на втором корпусе тяжёлых крейсеров, а также лёгких крейсеров. Вот это всё сейчас готовится в процессе, потому что мы будем стараться играть от флота, а потом будем их доулучшать, чьи специальные базы. А дальше увеличить государственные резервы. Дальше в стандартизированный конвейер с опережением времени. И в строительство четыре. А теперь расширение имперского флота. После сверхтяжёлого линкора качаем улучшенную среднюю батарею. Тут, короче, типа такой прикол. Рейх, ну, короче, Большая Литва отдал ей земли. Укрепим западные морские базы. Декларация. Патриарх Сергий, митрополит Николай и митрополит Алексий станут доступны в качестве советников. В своей печально известной декларации 1927 года патриарх Сергий поклялся верность Советскому Союзу, невзирая на религиозные разногласия. Несмотря на этот трусливый поступок, инфраструктура русской православной церкви зависит от людей, подписавших эту декларацию. Потому у нас нет иного выхода, кроме как принять их обратно. Дальше качаем крейсер 40-го. Дальше идем в корпус тяжелого корабля 3. Возвращение РПЦЗ. Митрополит Анастасий станет доступен и коммунизм минус 10. РПЦЗа границы состоит из тех изгнанников, которые вместо того, чтобы отрелись от своей веры и принципов, решили покинуть страну после гражданской войны. Теперь, когда коммунистическое правительство, вынуждивше их уйти в изгнание, побеждено, настало время поприветствовать их дома и восстановить в санах. Дальше качаем подводные лодки 3-го уровня. Берем митрополита Алексия, проводника верного. Дальше идем в креплитель северных морских баз. И ставим православного подстрекателя митрополита Анастасия. Дальше мы исследуем эсминцев. Дальше укрепляем южные морские базы. Япония предлагает пактные нападения. Окей. А дальше мы укрепим восточные морские базы. Расширим судостроительные заводы. Получим кучу верфей. Прожимаем задействовать американских экспертов. У нас будет максимальный фикс-фикс плюс 10%. Настало время безумных решений. Шасси современного танка. Объединим судостроительные заводы. Еееее, это сильный баф. Дальше министерство ВМФ России. Берем специализацию на гражданской промышленности госпроект строя. Дальше мы идем в надводные боевые действия. Эскорт. Стоимость производства минус 10%. Опыт флота. Модели эсминцев минус 100%. Дальше наступательная морская стратегия. Развернул 40 дивизий. 24 у нас возглавил Николай Ватунин. Апнули его на эксперта по пехоте. Армия назначена условно на Австро-Венгерскую империю. А 16 оставшихся дивизий Василия Кузнецова, которого в Неаполе, отправили под Болгарию. Пусть будет плюс. Кое-какие интересные фишечки с флотом произведены. А именно, улучшены наши тяжелые крейсера до вот такого. А, но он еще не улучшился. Увидите, в общем, там все в апгрейдах. И начали улучшать еще легкие крейсера. Тоже будет более мощной штукой. Ставим военные верфи для того, чтобы шло быстрее перевооружение. У нас просаживается сталь из-за строительства флота и его улучшения, поэтому начинаем разрабатывать добычу металла. Дальше мы идем в усовершенствованные маневры. На этом мы пока что останавливаем ветку морских фокусов и идем в возрождение романовых. Наконец-то в главе нашей нации снова стоит царь. Через два десятилетия после казни последних законных правителей нашей страны пришло время снова вернуть себе правящую династию и устранить последние препятствия к выполнению монаршей воли. Возрождение романов наносит 130 дней, политвласть плюс 15, стабилизм недели 0.20. Усмирите рубежи. Получим военные заводы, ПВО, авиабазу, ЖДшки. В общем, улучшится у нас Восток. Мы не можем допустить повторения войны 1905 года, когда враг атаковал наши дальневосточные владения. К чему те оказались совершенно не готовы. Мы должны вложиться в местную инфраструктуру, чтобы при необходимости было быстро, можно было быстро перемещать войска. Великая Российская империя создала сверхтяжелый линкор и назвала его в честь последнего императора Российской империи Николая II. Но это формальный шаблон, мы будем доулучшать. Уже начало производиться запланировано 10 таких кораблей одновременно к строительству. Карл Маркс название, Владимир Ленин, Осип Сталин. Николай II получит название, Осип Сталин. Дальше возрождаем дальневосточный флот. Опыт флота плюс 10. Четыре верфи во Владивостоке, две в Хабаровске, одна на Камчатке. Если мы хотим защитить свои дальневосточные интересы, не говоря уже о том, чтобы перейти в наступление, мы должны значительно расширить свои кораблестроительные и ремонтные мощности в этом регионе. Я просто покажу, что у нас происходит с флотом. Я думаю, это очень интересно. Ну, кстати, вот что на складах. Духи у нас тут вот такие для ремонта перевооружения. Сам флот выглядит у нас вот так. Что-то улучшается, что-то на обучение. И посмотрите, сколько у нас фабрик, заводов, верфей. 129 верфей, наверное, самое сейчас большое значение в игре. Плюс еще куча всего строя в производе. Вот все наши корабельные мощности начинаются отсюда и выглядят вот так. Там много перевооружений. С ума сойти, это просто листать. Модернизируем дальневосточный флот. Опыт флота плюс 25. Четыре бонуса к исследованиям моделей и на два года. Скорость перевооружения корабля плюс 50%. И стоимость перевооружения минус 50%. Сусима научил нас, что нельзя полагаться на одну лишь численность. Чтобы по-настоящему доминировать в морских сражениях, нам нужны обученные экипажи и безупречные современные боевые корабли. Нужен флот, который мы построим, должен быть способен конкурировать с нашими технологически раздельными соперниками в Тихом океане. А еще мы расшифровали американцев, расшифровываем британцев. Кстати, тут операция морской лев пошла. Нам требуется очень много ресурсов. Вы только посмотрите, сколько мы продаем тысячу стали. Поэтому настало время подзакрыть экономику, ограниченный экспорт подрубить. Мы выбрали Болгарскую академию наук, а тут умер царь Борис. Я не знаю, совпадение это или нет, но это забавно. Дальше идем в основании Министерства оборонной промышленности. Нам дали 1% пока что. Плюс решение на возможность убивать еще по проценту с каждой условной Советской Республики. Дальше расширение на Запад. Получим морские базы, авиабазы, ПВО, инфраструктуру, воензаводы, узлоснабжение, всякие плюшечки. Большинство наших западных владений было утеряно с распадом империи после революции. Пришло время нарастить инфраструктуру и готовиться вернуть себе то, что наше по праву. А раскопки у нас прям тут вообще прям шикарнейшие идут, я считаю. Понакопано ресурсов просто. Вы гляньте сколько это. И нам все равно не хватает. А нет, уже хватает стали. Офигеть. Дальше старый враг. Аннексия против Швеции, которая не существует. Швеция годами была занозой в Баку империи. Вновь и вновь она нападала на Россию и пыталась создавать враждебные нам коалиции. Впервые ответную ударь я внес царь Петр Первый, побив шведов от Полтавы. В 1709 году мы снова победили их. И тут ему, как казалось бы, следовало понять свое место. Шведы, однако же, продолжают оспаривать наши интересы в Балтийском регионе. Захватить Балтику на Эстонию, Балтийское Валентинаджерное Государство и Латвию. Балтийский регион долгое время был неотъемлемой частью России. Он отказался от нас в момент национальной слабости и должен быть как можно скорее присоединен обратно. Очередная новация Великого Российского флота. Эсминцы четвертого поколения. Выглядит шаблон вот так. Торпедная атака страшная. Это шок-контент. Детям такой не показывайте. Глаза вытекут. Мы готовимся к войне. Расстановка сил у нас довольно продуктивная. Дальше у нас идет память о 1905-м годе. Опыт флота плюс 15, два береговых укреплений и один год. Поддержка войны недели 0.10 как раз поможет добить хоть как-то. Представительность верфи и скорость строительства верфей плюс 20%. Война 1905-го года до сих пор остается темным пятном в коллективной памяти нашего народа. Надо воспользоваться этим, вдохновить рабочих на моментальные усилия, чтобы создать новый флот, который поможет нам доминировать в Тихом океане. А также ожечь пламя их ненависти, чтобы они сами просили пойти этим флотом на наших старых врагов и отомстить. Дальше мы идем в захватить Финляндию, аннексия против Белой Финляндии. Великое княжество Финляндское больше века охраняло наши северные границы, пока не откололся от нас в ходе гражданской войны. Пришло время воссоединить Финляндию со Родиной, и мы скоро начнем военные действия. А дальше панславянский национализм. Югославия, Болгария, Польша, Литовска произойдет события членства в Союзе. Ну, только Болгария может согласиться, а так посмотрим. Третий рейд, Балтийское унитарное государство, Ленинская народная республика, Астренок и, короче, там еще другие. Это будут получены претензии на регион Богемия. Россия всегда была старшим братом в нашей славянской семье. За долгое время мы твердо усвоили одно. Славянцы всегда будут атаковать, притеснять и унижать, если мы не станем держаться вместе. Ну и улучшим отношения ради прикола, кто знает, что получится. Панславянский национализм. Еее, сейчас будет мясо. Я надеюсь, что будет мясо, а мы дальше трансарктические перелеты идем. Интересно, выскочит оно? Кто согласится? Что, будет ивент? Еее! К сожалению, Польша отказалась, но на самом деле это было ожидаемо. У нас КБ аннексия, не знаю, вечная, не вечная. Сейчас узнаем. Да, похоже, вечная. А вот Югославия принимает решение. Еее! Просто смахнули все земли из-под носа Италии, которые снимают. Типа, ну мы отходим. Типа, ну ладно. И Болгария еще принимает приглашение. С землями, которые смахнула еще и у Греции. Ну, знаете, по ресурсам тут... А ресурсов тут как-то... На удивление нет, зато есть людские ресурсы. Вот это, к сожалению, не успели выделить. И у нас уже появились решения. Интегрировать в Болгарию мы можем. Все земли будем считать национальными. Конечно, мы выполняем. Под войну разработан специальный новый шаблон. Шлина фронта 30. Посмотрите, какая у него противопехотная, противотанковая атака. Компоновка у нас такая. Потом еще добавим пятую ячейку. Не буду оставить туда ПТОшку. И будем обучать 24 таких на войну. Можем завербовать нового агента. Тут, знаете, такая суровая российская бабулька. Команда, крутая. Нина Киселева. Выглядит как Малышева. Блин, это чисто даже по приколу я его возьму. Дальше будем опекать летные клубы. Бахнем идеи российский ВВС. У нас тут Кек и Фиопия от нас полностью отделилась. Ну, ладно. Ничего страшного. Цель войны, интересно, вечная? Не вечная. Ну, удачи им с третьим рейхом, как говорится. Потом все равно завоюем. Дальше идем в женщины в авиации. Очередное ослабление, плюс женщины могут быть летчиками. А теперь расширяем институт авиации. Еще убираем дебафы, делаем плюсики. Дальше усиливаем программу подготовки летчиков. Еще раз сбиваем дебафы. А дальше расширяем авиационную индустрию. Дальше модернизация аэродромов. Итальянская народная республика требует для оккупации Далмации. Таким они себя возомнили. Шутники. Италия объявляет нам войну. Ай-яй-яй. Как им не стыдно. Мы модернизировали аэродромы. Сорвали какую-то пятилетку. Тут какой-то дед старый сидит непонятный. Даже не знаю, кто это. Это 46-й год у нас тут Российская империя. Сколько лет существует? Не суть. Объединять авиазаводы мы идем дальше. На этом мы и заканчиваем сегодняшнюю серию. Подготовились очень хорошо к войне. А в следующей части будем пинать всю ось и итальянцев, и немцев. Вся Европа будет нашей. Ну а если еще это не сделали, подписываемся на канал, ставим лайк, включаем все уведомления, пишем комментарии. Увидимся в следующих видео наше с вами в старом добром консервативном канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok